Ну что ребятушки, наконец до меня добралась эта красавица. Да это палит на две вертушки и да ничего у меня не сгорит. Но это не точно. Так что сегодня мы глянем, сможет ли это 12 гиговый RTX 2060 отличиться от ванильной на 6 гигабайт, либо же нашей старушке на 6 гиг будет более чем достаточно. Ну и ребяткам из комплекс большущее спасибо, что достали эту красавицу для того, чтобы мы ее понасиловали в различных тестах. Естественно по майнингу я тоже дам вам ответ, есть смысл или нет, но тут скорее всего вы решите для себя сами. Салют пипл, с вами Хьюман, минус один майнер и минус один ритм. И естественно по традиции, как всегда глоточек полезный и вкусный информации для вас. Погнали. Это же ее еще нужно вернуть в целости и сохранности. Ну я думаю, что вам не стоит объяснять, что производство типичных видеокарточек не связано с тем, что хотят расширить линейку на старых узлах или бороться с дефицитом. Для тех, кто вдруг в танке, цель компании это прибыль и улыбки акционеров. Так что продавать видеокарточки, еще и по варпрайсу, пусть даже там в большинстве это будет для майнеров и пусть там компании говорят, что первично берут геймеры, это все хорошо. Наша главная задача сегодня разобраться с ней, достойна ли она своего внимания или же нет. И для того, чтобы это понять, нужно не только тесты и их результаты, на ее осознание того, что внутри данной девочки. За 12 гиг видеопамяти я уже молчу, это и так очевидно. А вот кьюда ядра у нас изменились, ну вернее их количество. 2176, то есть как в версии супер, потому что в той же ванильной было 1920. Однако не стоит думать, что данная карта как супер версия. Шина в 12 гиговой 192 бита, а вот в супер 256. А это куда, блин, большая разница. То есть пропускная способность у нас составляет 336 гиг в секунду против 448 в версии супер. Но при этом это те же характеристики, что и в обычной 2060. Графический процессор у тройни тоже разный. Это TU106200 у RTX 2060, TU106300 у RTX 2060 на 12 гиг и TU106410 у RTX 2060 супер. И все на 12 нанометровом техпроцессе. Говоря же за тензорные ядра, в RTX 2060 12 гиговый их 240 штук, а в версии супер 272. Кстати, мощности карты у 12 гиговой составляет 185 ватт, что на 10 больше, нежели у 2060 супер. И скорее всего это связано с тем, что здесь у нас чипы памяти и двойной плотности. Ну или Nvidia просто дала больший запас для буста или разгона. В целом, просто больший запас мощности. Ну то есть, что вы понимали, максимальная частота буста 1650 мегагерц. А это, ребятки, как и в 2060 супер. Так, прежде чем мы с вами перейдем к результатам тестирования в играх, прежде тестовый стенд. Камушек у нас тут Ryzen 9 5950X, 32 гига двухранговый двухканальной оперативной памяти DR4-3200 CL14 и мате MSI MPG X570 Gaming+. Теперь, что касается тестов. Начнем мы с моей любимой Assassin's Creed Valhalla. Разрешение 1080p, а потом и 2К. Естественно, все в ультра-качестве. И обращаю ваше внимание, что это самое крайнее обновление игры. А оно значительно повысило производительность как у топовых GPU, так и чуть поменьше. Ну то есть, среднего и начального сегмента, такие как RTX 2060. Кстати, к слову, на своей 2070 супер я тоже заметил улучшение на пару-тройка кадров. В итоге, при Full HD 12 гиговая версия ничуть не быстрее 6 гиговый. А это так себе. И значит, что обе 2060 медленнее, нежели 5600XT. Если же мы с вами переходим в 2К, то... То ничего не меняется. Обе модели 2060 в среднем показывают 49 фпс. И да, это тоже меньше, чем у 5600XT. Переходим к слабо стартанувшему киберпанку. Ну и если для вас разница в 1 фпс имеет значение, то да, карты отличаются друг от друга. Но если не юморить, все одно и то же. Само собой, речь о Full HD, высокие настройки качества графики, не ультра. В итоге 64 кадра. Если говорить за 2К, то, ну, ничего особенного и не наблюдается. И несмотря на больший буфер видеокарты, производительность ничем не отличается от ванильной 2060. Так что здесь ставлю личный дизлайк. Death Stranding. Шедевр конзима на 1080p выдает нам с вами 119 кадров. Что делает 12 гиговую версию быстрее лишь на 5%. В итоге 121 фпс против 119. А как только запуск произошел на 2К, то, как ни странно, результаты 12 гиговой стали ближе к 6 гиговой. Так что не объем имеет значение, пацаны, а пропускная способность. Результат вам 86 и 84 фпс. Horizon Zero Dawn. Eloy на новой 12 гиговой 2060 находится между ванильной и 2060 супер. Ну, собственно, неудивительно. В итоге демонстрирует 83 фпс. Если раскладывать по полочкам по видеокартам, то получается 81 фпс для 2060, 83 фпс для 12 гиговой и 86 фпс для супер версии. А вот в 2К запас кадров идет на спад. Ибо объем памяти хоть и важен, но здесь, как и в проекте Кодзимы, куда приоритетнее пропускная способность. Rainbow Six Siege. Ваша любимая радуга. В 1080p и 1140p ультра качество. В итоге, в Full HD примерный прирост составляет 5%. Ну, собственно, ожидаемо. И, как и ожидаемый, сниженный отрыв 2К между 6 и 12 гиговыми картами. А все почему? А все потому, что обе обладают одинаковой пропускной способностью, то есть 336 гигабайт в секунду. Ну, окей, по играм думаю достаточно, двигаемся к энергопотреблению. Ну, скажу честно, здесь особо рассказывать не о чем. Энергопотребление точно такое же, как в RTX 2060. То есть, технически при замерах, обе видеокарточки по всей системе работали на максималке где-то в 358-352 ватта. Это все вместе, не одна карточка. Что 2060, что 2060 на 12 гиг. Поэтому, ребят, ну тут мне добавить нечего. Теперь хочу обратить ваше внимание непосредственно на внутренности данной видеокарточки. Я воспользовался коллегами, которые уже разобрали ее, не хотел, скажем так, портить данную красавицу. Поэтому посмотрим у наших ребят скрины и прокомментируем пару позиций, что мы там с вами видим. VRM графического процессора тут шестифазный и все управляется контроллером вот с этим вот названием. VRM с самой памяти двухфазный и управляется этим контроллером. Мосфеты используют CINAPOWER 1 и 2, который рассчитан на 100 и на 60 Ампер. А микросхемы памяти GDDR6, ну, я думаю, ни для кого уже не секрет, производится из тесной компании Micron. Они рассчитаны на работу на частоте в 1750 МГц. То есть 16 Гбит в секунду. Во всяком случае, в данной модели видеокарты. Сам же графический процессор NVIDIA TU106 производится на заводе TSMC в Тайване. Я думаю, это тоже ни для кого не секрет. Ну, а количество транзисторов составляет 10,8 миллиардов. Сама же площадь кристалла равна 445 миллиметров квадратных. Так, тестовый стенд есть. Производительность в играх есть. Внутрянка есть. Нам с вами остается подбить общий итог по производительности видеокарты в играх. И сказать пару слов о майнинге. В среднем 12 гиговый RTX 2060 больше немножко по производительности на 4% от ванильной на 6 гигабайт. Много это или мало, тут уж вы напишите в комментариях. Ну, если так вот подумать, допустим, сейчас взять RTX 2060 на эти 12 долбанных гигабайта по той цене, что есть сейчас, я не думаю, что это разумно. Ну, в контексте именно игровой индустрии. Это видеокарты не для этого. Ну, если мы забываем о ценниках, то как для Full HD, видеокарточка очень неплохо себя чухает. В ряде моментов, если подкрутить правильно графику и настроить DLSS, иногда и можно трассировочку подключить, да, не надо бросать в меня камушки. Она может и в 2К, но не на прямых трансляциях. Для ваших индивидуальных, скажем так, игр, да. Но вот для стриминга, нет. Но в целом, если говорить за те же 2К, то да, здесь история похожая. То есть 4% профита, сравнив с 6 гиговый. Ну, ребят, в целом, вы же понимаете, это 1, 2, ну максимум 3 фпс разница. Если это так принципиально для вас, ну ладно. И самое смешное, что получается, что эта видеокарточка почти дотягивает до 5600 XT. Но, опять же, здесь можно сделать ремарку. В 5600 XT мы не сможем так же круто говорить о тех же лучах, о том же DLSS и так далее. Но, в правде ради стоит сказать, что у AMD есть и FSR, и RRSR уже. Поэтому, как бы, ну смотрите сами, как вам какие технологии. Если говорить, конечно, за монтаж, пусть даже лоу-левел сегмента мы назьмем, и не будем говорить за ценники, то я бы, конечно, отдал предпочтение Nvidia. Ну, сравнив с аналогами AMD. Не знаю, как-то с рендером склеивается всегда получше. Особенно, когда Nvidia стоит на камушке от AMD. Ну, центральный процессор. Прям для меня это золотая середина. Что касается температуры, кстати, чуть не забыл то максимум, что я у себя вот здесь наблюдал, это 66 градусов. Температура комнат 21, 22, 23, ну примерно в этом диапазоне. Но я уверен, что было бы еще меньше. На самом деле, у меня что в Mate 2070S, что в этом Политина, тут две вертушки, у меня три, они почти никогда не работают. Ну, в стабильном режиме, либо даже когда рендерю. У меня хватает моих там кулеров энного количества. Я уверен, что если бы я повысил, повысил непосредственно вращение всех вертушек у себя в корпусе, чтобы было пошумнее, да? То я думаю, видеокарточка до 60 максимум бы доходила. Ну, может быть, в некоторых пиках чуть повыше, но и все. Но это, конечно, шум. Говоря в целом, если у вас обычный корпус с обычным обдувом, вы там не извращаетесь с кулерами, как я, на вдув-на-выдув со всех сторон, то двух вертушек в Полите реально более чем достаточно. Ну, возможно, в мини-ITX будет маловато, конечно. И да, карта не бустилась, работа вся была в стоке. Скажем так, это самый распространенный вариант. Поэтому, если вы там поизвращаетесь с каким-то разгоном, естественно, те или иные параметры могут отличаться. Майнинг. Что касается хешрейта и майнинга в целом, ну, ничего дельного она не демонстрирует. Во всяком случае, не так ожидаемо, как многие думали бы. Особенно ребята, которые, ну, скажем так, не используют майнинг с точки зрения заработка и так далее. Ну, вы поняли. Ну, только если вы не шибко впечатлительны, то смотрите, разница между обычным 2060, который выдает 31 мегахеш, в 2060 на 12 гиг мы получим 36,6. То есть, как бы 5 махов разница, много это или мало, опять же, можете черкануть. Но не забывайте, 6 и 12 гиг, как бы, разница в гиговке 2 раза. Стоит ли оно того? По выводам, скажу все-таки свое личное мнение, это очень редко делаю, потому что я обычно даю вам информацию, чтобы вы шурупали своей головой и уже писали комментарии или делали собственные выводы. Но здесь все-таки решу взять на себя ответственность, поэтому, если вдруг с вашим не совпадает, можете написать в комментариях, какашками не бросайтесь. RTX 2060 на 12 гиг это отличный экземпляр того, как ловко можно скинуть старые технологии на рынок. Вы должны понимать, гипотетически представим ситуацию, когда нету бума майнинга, ну, там, или на минималках, или его вообще нет. И вот выходит видеокарточка на Ампер, последователь, там, 3060, 70, 80, их Титаниум-версии и так далее, может, даже супер-версии. И если потом Nvidia хотела бы каким-то образом впихнуть туда Тьюринг, тот же 2060 на 12 гиг и так далее, вряд ли это бы получилось. Люди бы не поняли, типа, что? Зачем? Зачем создавать новую? Типа, 2060 на 6 гиг? Окей, вопросов нет. Типа, ну, там, окей, поставки увеличить и так далее. Может, популярная видеокарта. Но это так опять тоже сомнительно. А здесь как бы уже Амперы есть, и Ада Лавлась готовится на третий, ну, скорее всего, четвертый квартал этого нынешнего 22 года. Короче, эта тема бы не зашла. А здесь, как раз-таки, типа, дефицит, типа, помочь рыночку идеально. То есть вы поняли, да? Почему бы не впихнуть отбракованное железо, которое все равно разберут, ну, в частности, в майнинг. Ну, и думаю, в 99% случаев эта карточка для геймеров не нужна. Потому что вы переплачиваете не за что. Я бы уже смотрел больше на самом деле на те же Амперы. Может быть, сейчас только не плютесь мне. Не, ладно, плются будете. Не буду говорить за RTX 3050, еще тоже надо вручную оттестить. Вот, я бы смотрел уже как минимум на RTX 3060. Понятно, разница в цене и так далее. Но, ребят, 2060 на 12 гиг в качестве гейминга за ту цену, которая сейчас нафиг вам не нужна. Но, это мое мнение, я могу ошибаться. Может быть, конечно, пригодится тем, кто рендерит. Пусть, допустим, это условно-бюджетные видеокарты. Да, там не так уж много QD ядер относительно. Потому что 12 гиг, ну, может сыграть вашу роль. Почему нет? Ребятки, я решил дозаписать, потому что возникла интересная мысль в голове. Мне кажется, что у зелени были определенные запасы 12 нанометровых GPU-шек, да, ну, графических процессоров. Ну и, скорее всего, наряду с 16 гигабитными чипами памяти GDDR6. Так, фиксируйте этот момент. Плюс, сложность самой же печатной платы вообще сведена к минимуму. Из-за всего 6 микросхем памяти на 192-битной шине. А добавить немножко ядер QD для NVIDIA, это все равно, что выпить стакан воды. Я все это к чему? Что, скорее всего, именно отсюда и выплыло RTX 2060 и именно на 12 гигабайт. Ну и в перспективе, я думаю, что когда рынок наводнится БУ видеокарточками, а это вопрос времени, как бы там не чувствовал себя биткоин, эфириум, майнинг и поз, то такие GPU-шки, как 2060 на 12 гиг и прочий хлам, не будет проблемой для NVIDIA. Ну, то есть, как это было в том же 17 году. А все потому, что данное железо попросту не будет конкурентоспособным. Потому что выйдет уже в этот момент Ada Lovelace, ну и может быть там уже даже какая-то другая серия. Ну что ж, ребятки, такие вот у нас получились пироги с этой 2060. Кстати, ну, как бы карта не виновата, по большому счету. Она имеет право вместо быть и жить, но просто не по этой цене, которая есть сейчас. А те 12 гиг, скажем так, которые есть, сравнивая с 6 гиговой обычной, она не раскроет. У нее, скажем так, лимиты по пропускной способности, ну, в общем, и ряда других факторов. Напишите свое мнение в комментариях, как вам эта видеокарточка по вашему мнению и в игровой индустрии, и в майнинге. Взяли бы вы ее в майнинге, если да, то при каких условиях, если нет, то почему. Ну и взяли бы вы их для игр. Напишите также, как вам обзор, зашел, не зашел. Постарался набрать максимально разные информации. Как вот получилось, грубо говоря. В общем, с вами был, как всегда, Хьюман. Спасибо, что со мной были до конца. И, как всегда, кайфовые вам игры. Свеженькая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...